Скажи, есть момент, когда ты понял, что вот прошлый 2018 год, ну, получился идеально? Не знаю, может, чаще люди стали узнавать, у подъезда, где-то там по городу идешь? Ну, на самом деле, такого прям не было, но, конечно, чем больше выигрываешь, тем больше на слуху, тем больше про тебя люди говорят на телевидении, ну, тем больше, конечно, начинают узнавать, но, опять же, я человек скромный, я, ну, не знаю, может быть, не замечал прям таких, каких-то сильных изменений. Если тебе хоть кто-то из теннисистов хоть раз снился, я не знаю, может, Надаль после Нью-Йорка или кто-то еще? Ну, если честно, я крепко сплю и чаще всего сны не помню, то есть, конечно, может, когда-то бывало такое, что после тяжелых матчей, наверное, да, вот как с Надалем, но, если честно, он мне не снился, оно счастье. Но во сне ты ни разу шлем не выигрывал? Выигрывал, но много раз. Ролангарос, Австралию, Висопен. Странный приз в Берси, он до тебя, я так понял, еще не доехал, да? Ну, вот после турнира его должны были послать, то есть, я не знаю, сколько времени это занимало, но вот я когда улетал уже в Лондон на отдых и потом уже оттуда на предсезон, то он должен был уже прийти, так что, наверное, по приезду из Австралии проверю. Я путешествую, как обычно, с пятью чемоданами, поэтому места еще для кубка не хватает, но это, в принципе, небольшая проблема, я думаю, с побольше таких проблем. Ну, раньше, когда, опять же, жил еще дома, ну, с родителями, да, у меня была еще вот с детских времен на прям полка, там все кубки хранились, там, не знаю, с 10-летнего возраста, за все турниры выигранные, там, третьи места, вторые. Потом уже, когда, ну, переехал, то есть, сейчас у меня остались кубки все равно на квартире у родителей, сейчас надо будет делать новую для профессиональных турниров уже. Билет с открытой даты обратной или, я не знаю, там, в начале карьеры ты говорил, ну, давай, вот на пятницу можно выбрать или нет такого? Ну, если честно, мне, я билеты покупаю через агентство, вот у меня, которое работает, и они всегда как-то берут вот круговые даты и с легкой датой обмена, то есть, свободной датой, так сказать, и поэтому, то есть, и раньше так было, и сейчас продолжается, то есть, если что, можно поменять, то есть, соответственно, если играешь хорошо, то меняешь на позже, если меняешь, ну, к сожалению, неудачно, то меняешь чуть раньше, то есть, по-моему, где-то промежуточная дата. Ну, сейчас у тебя на какую дату обратно? Сейчас, ну, на вторую неделю где-то в середине. Если бы была возможность выбрать музыку, под которую ты бы выходил на корт всегда, что бы? Ну, моя любимая песня всегда с детства была Eminem, Lose Yourself. Она прям такая, ну, мотивирующая, энергичная, ну, прям вот придает мотивации и энергии, то есть, не знаю, она мне здесь нравилась и прям реально под нее. Там и, ну, и правда в словах есть даже. Что выберешь, прыгнуть в реку Яру после титула в Мельбурн или съесть травы с центрального корта Ламблдона? Ну, я бы сказал, поваляться в грунте на Ролангаросе. Ты когда выигрываешь, мне кажется, не можешь это как-то контролировать, это все исходит от тебя самого, да, внезапно, то есть, ты не можешь как-то наигранно подумать, как что-то, как ты упадешь, как ты сядешь там, не знаю, что ты сделаешь. То есть, ты выигрываешь, это все всплеск таких эмоций, да, и, ну, ты делаешь то, что, в принципе, хочешь сделать. Форхенд Дель Поттера или приездные, как у Федерера всю жизнь? Ну, я бы сказал, если будет форхенд, как у Дель Поттера, то и будут приездные, как у Федерера, поэтому я бы взял сначала форхенд, а потом уже приездные. Ты в Москве рос? Да. Какой район? Мы жили тогда еще на Домодедовской, метро Домодедовская, то есть, это юг Москвы, и там я как раз пошел, вот, первый раз меня отвели на теннис, в теннисный клуб «Тригона», я тогда еще помню, он назывался. Твое первое теннисное воспоминание, ты помнишь, сколько лет, когда, где? Когда мне было 7-8 лет, вот мы, я тогда тренировался в клубе «Тригона», там же вот, где мы жили, и мы ездили, поехали на первые сборы детские, то есть, вот с нашим тренером в Турцию. Это вот мне было 7-8 лет, там мы, кстати, с моей будущей женой познакомились тоже, и, ну, там был весь, очень, знаешь, все дети там, сначала играем в теннис, потом бассейн, купаемся, отдыхаем, потом в дискотеки всякие детские ходили. Ну, то есть, хорошее воспоминание. Если бы ты стал баскетболистом, то я не знаю, футболистом, ты бы на каких позициях играл? Есть что? Ну, баскетболистом мой рост, он примерно, наверное, не центрового, а вот нападающий, да, 3-4-й номер мы называем, то есть, это форвард атакующий, тяжелый форвард, точнее так. А в футболе, наверное, больше, или полузащитник, я бы сказал, или нападающий, наверное. Просто так все время, когда играл, по крайней мере, футбол и баскетбол, играл на этих позициях. Поэтому, если я занимался этим профессионально, не знаю, может, искали ворота. Бася, давай в ворота, да. А в тебе больше от мамы или от папы? Ну, внешне, я бы сказал, наверное, чуть больше на папу, по росту тоже, соответственно. А, наверное, по характеру и по каких-то качествам, наверное, на маму тоже. А если бы у тебя был выбор, на кого бы ты хотел быть похож, не в плане тенниса, а вообще вот человека, ты бы кого выбрал? Ну, я, если честно, вообще как-то не люблю ставить перед собой какие-то... Ну, не то, что примеры хорошо ставить, но имеется в виду, что я хочу быть самим собой. Можно брать от кого-то что-то, какие-то качества, ну, не знаю, я бы лучше просто сам хотел быть там лучшим человеком, да, каждый день. Лучшим игроком и, ну, продолжать в том же духе, то есть не смотреть и не стараться быть на кого-то похожим. Ну, меня вообще в детстве, например, родители никогда не критиковали в основном, да, то есть, когда я, вот я помню, занимался теннисом, то есть меня, наоборот, всегда только, ну, больше поддерживали, там говорили, всегда давали выбор, то есть там, чтобы я делал и занимался, чем хотел. А если мама говорит, Карен, играл здорово, но вот твой бэкхенд мне очень не понравился, ты как реагируешь, ты смягчаешь как-то или говоришь, хорошо, мама, я буду стараться? Ну, я обычно смеюсь и говорю, спасибо, профессор, я учту. Ну, профессор, потому что она врач у меня, то есть, поэтому она, к этому и была шутка. Сейчас, приехав в Австралию, ты чувствуешь себя иначе с учетом успешного выступления в Мельбурне в прошлом году? Ну, в принципе, да, ну, как сказать, то есть, опять же, все относительно успешное, то есть, да, там, я сыграл тяжелый матч с Дель Поттера в том году, прям реально мог выиграть, но, опять же, в этом году новый сезон, новый турнир и настраиваться надо заново. Ну, вот сейчас на тебя все иначе будут смотреть. У тебя есть рецепт, как не облажаться, когда ждут большего? Надо стараться думать просто, как бы, о том, что ты можешь контролировать, да, что я могу контролировать, это стараться, там, тренироваться в том же духе даже больше и стараться играть лучше, лучше, но, опять же, гарантировать никто ничего не может. Мы идем с тобой, жара, ты в шортиках, в Москве снег. Каково начинать сезон, вот в каком климате это хорошо? Ну, я скажу, что я уже давно Новый год в Москве в зиму не встречал, уже, как бы, к этому привык, то есть, я даже не обращаю внимание на то, что, ну, зима или лето, да. Конечно, по зиме московской скучаю, то есть, всю зиму, может быть, и не хотел бы проводить в Москве, но по снегу скучаю, да. Скажи, ты мог бы жить в Мельбурне? Ну, чисто архитически, наверное, да, конечно, очень далеко вообще от всего мира, можно сказать, да. А какой вообще любимый мегаполис? Вот у тебя резиденция Дубая. Во-первых, почему Дубай? И какой любимый, в принципе, мегаполис? Мегаполис, ну, он и остается, и всегда будет. Это Москва, конечно же, как бы, мой все равно родной город и мой дом, да, где у меня семья и, ну, где я родился, где я вырос. А резиденция Дубая, ну, это данное место жительства, в основном, где все равно удобнее, то есть, там передвигаться и проводить тоже так же время тренировки, то есть, чем в Москве, например, когда зима, да. Первая ассоциация у тебя с Австралией? Ну, у меня больше, наверное, с животными. Кенгуру, хуала. Ты же на Кубке Хопена в прошлом году делал фото, да? Да, да, там есть такие, там вообще был такой зоопарк, ты можешь прям гладить, там, не знаю, фотографироваться вблизи с кенгуру, с куалой. Куалу, конечно, нам не давали на руки, потому что у нее, ну, когти большие. Да, сфотографироваться разрешили, понятное дело, ну, не знаю, мне очень нравится. Я вообще люблю зверей. Но домашних животных у тебя сейчас с учетом передвижения? Нет, нет, конечно, нет. Раньше в детстве были очень много. Да кто только не был. У нас были попугаи, маленькие, но они такие. Морская свинка, хомяки у меня, у сестры. Потом даже паук был. Паук, птицеед. Папа купил один раз. Что с ним? Ну, забыли. Он просто, обычно его кормили раз в месяц, тут забыли покормить, и он умер, к сожалению. Ну, или к добру, не знаю. Три австралийца, которых ты знаешь, помимо тенниса? Ну, мне первое приходит на ум – это актеры. Хью Джекман, Николь Кидман, ну, и Лиам Хемсворт. Ну, вообще, все братья Хемсворт, да, они тоже австралийцы. Ну, можно сказать, да, похожие. А чье-то творчество ближе из них, кого-то из них? Ну, по фильмам, ну, мне Хью Джекман нравится очень как актер, на самом деле, да. Его фильмы многие смотрят. О, кстати, если бы, сейчас мы исключаем Хемсвортов, если бы кто-то тебя играл в кино, кого бы ты выбрал? Исключаем этот самый простой. В смысле, не важно, похож, не похож, да. Не важно, да. Наверное, я бы сказал, тоже Ди Каплио, наверное, реально. То есть, мне нравится он как актер, очень эмоциональный. Тогда провокационный вопрос. А кто жену бы сыграл? Жену, наверное, Дженнифер Эннисон. Вот, реально. Похоже, не знаю, она в детстве даже немножко, мне кажется, была, ну, какие-то сходства были. Возможно, наверное, она бы сыграла. То есть, тебя тогда Давид Швеймер, который рос из друзей, да? Ну, блин, можно, ну, нет, не знаю, честно говоря, мне так тяжело даже судить. Это, наверное, тебя надо спросить, кто бы мог бы меня сыграть.